Привет! В прошлом ролике вы собрали 15 лайков, и мы сделали то, что обещали. Чтобы выполнить обещанное, мы воспользуемся газовым баллончиком, на который установим пусковой механизм — саму газовую горелку. Итак, первым испытает на себе высокую температуру горения пакетик вермишели быстрого приготовления. Установим ее на импровизированную подставку и начнем наш эксперимент. Как видите, полиэтиленовый пакетик словно испарился, а гореть начала сама вермишель. Хотя прессованная вермишель потеряла свой первоначальный вид, мы не остановились и продолжили испытывать ее на прочность. Через 12 секунд из нее начала вытекать жидкость. Это, скорее всего, масло и приправы, которые прилагаются к основному пакетику. Далее мы решили не испытывать терпения голодных студентов и выключили горелку. Вермишель продолжала гореть ровным и стабильным огнем, и это продолжалось довольно-таки долго. Теперь мы знаем, что если вы хотите согреться, то пакетик вермишели согреет вас в ненастную погоду. В целях пожарной безопасности мы обильно полили огонь водой. Ребята, а как вы думаете, горит ли мыло? Давайте вместе с вами это и проверим, подержав его под напором горелки. В этот раз мы обмотали мыло проволокой для того, чтобы мыло стояло плотно, вертикально, чего мы и добились. Конечно же, первым делом загорелась упаковка, и снизу пошел дымок. Под напряжением газа мыло начало активно плавиться, пока на его фоне проходили стада овец. Наверное, их привлек запах растекающегося мыла, хотя у них свой путь и свои мысли. Мы знали, что в состав мыла входит жир, как синтетический, так и животный, и это должно было способствовать горению. Мы не ожидали такого результата, но мыло все-таки не горит. Нам пришлось выключить горелку, дабы не растворить мыло целиком, ибо сосед Петруша вчера спрашивал кусочек мыла. Наверное, темный цвет мыла Петрушу не смутит, но все равно мы решили немного почистить его и придать более опрятный вид. Знакомьтесь, это друг Спанч Боба, Боба Спанч. И сейчас он продемонстрирует свои навыки горения. Ого! После включения горелки пламя охватило всю губку, и он начал словно испаряться. При этом он создал пламя, которое согрело нас своим теплом, чего мы никак не ожидали от него. Мы не подумали, что все закончится так быстро, и через несколько секунд он исчезнет, прихватив с собой этикетку. Ребята, если мы наберем 7 лайков, то мы обязательно подожжем самого Спанч Боба. Не обращайте внимания на мои испачканные руки и сдержки эксперимента. Сейчас мы будем поджигать батарейку для телефона. Мы включили горелку и отошли на безопасное расстояние в ожидании взрыва. Внешняя наклейка потрескалась и начала оголять алюминиевый корпус. Батарейка набухла и внезапно издала вот такой хлопок. И это все? Мы ожидали, что будет взрыв наподобие этого. Мы долго не решались подходить, но батарейка медленно плавилась и в конце концов превратилась в кусочек деформированного прожженного металла, который источал едкий дым, но опасности никакой не представлял. На этом все. Ребята, что бы вы хотели, чтобы мы подожгли? Предлагайте свои варианты. По возможности мы это сделаем. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем удачи и тепла!